МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день владельца малого бизнеса. Мы общаемся с нашим азовским межрайонным прокурором Ромашевским Владимиром Николаевичем. Добрый день. Сразу начнем с актуальных вопросов, которые беспокоит предпринимательское сообщество. И первый вопрос. Новое законодательство, которое касается проверок бизнеса. И что там новое, и что и как. Хотелось бы предпринимательское сообщество успокоить. В марте 2023 года постановлением правительства введен мораторий на проведение плановых проверок сроком до 2030 года. Вместе с тем, до 2030 года предусмотрена возможность проведения проверок предпринимателей в отношении объектов контроля, отнесенных к объектам чрезвычайно опасных и опасных. В этом случае это производственные объекты, гидротехнические сооружения второго класса опасности, другие, которые подпадают под именно эту классификацию. Для предпринимателей могу разъяснить, что узнать, в какой категории опасности отнесено их деятельность, можно на соответствующем сайте. Познадзора других контролирующих организаций, используя данные своего предприятия, ИНН, ЕГРН. Также в плановые мероприятия у нас теперь не включаются государственное и муниципальное образование, школы, детские сады. Введен такой механизм, который мы считаем, что будет эффективным и будем его развивать, это профилактические визиты. Они не предусматривают возможность отказа от их проведения на основании поручений президента и правительства, а также такая возможность консультации. То есть призываем предпринимателей к тому, что контролирующие органы без соответствующих мер реагирования ответственности по инициативе самих принимателей могут оказать консультационную помощь. Ну, то есть по приглашению предпринимателя. Могут и инициативно. Могут и инициативно, но мы знаем, как это примерно происходит. Мы пишут письмо, мы предполагаем к вам такое-то время нанести информационный визит, просим вас быть на месте, в конце маленькая приписка, вы можете от этого отказаться. Ну, вероятно, я не могу сказать про технику. Ну, это так, происходит по форме. Но, как бы, с одной стороны, хорошо, что предприниматели не терзают проверками, как это было раньше. Ну, уж поверьте моему 33-летнему опыту в предпринимательстве всякое было, всяко проходили. А с другой стороны, не создает ли это угрозы и не ухудшает ли обстановку? По нашим оценкам, именно для этого законодателя была предусмотрена возможность большей профилактики, нежели ответственности за допущенные нарушения. Пока что на протяжении прошлого года этого отрицательной динамики мы не наблюдаем. Но, конечно, со стороны и нашей, и контролирующих органов это требует более пристального внимания, то есть, скажем так, более деликатный подход к самим субъектам и к этому вопросу. Вот цена. Ну, скажем так, в другом, менее цивилизованном мире, чем наша страна, подобные все контрольные функции над сферой потребления, они выглядят по возмущению. То есть, если человек обратился с жалобой, то тогда это является поводом для того, чтобы его исследовать. Нет жалоб, нет проверок. Но жалобы у нас, вы же знаете, в нашей стране это может обрести и формы конкурентной борьбы, и чего угодно, или просто вредности и мести. Здесь сложно подходить по таким принципам, но тема-то правильная. Несомненно, такой и риск есть, и об этом понимаем и мы, и законодатели, которые эти законы принимают, и мы правоприменители. То есть, в каждом конкретном случае, как вы сказали, обращение о допущенных нарушениях, это не основание для проведения проверки, это повод только. А для того, чтобы провести проверку, нужны основания. То есть, наступившие последствия. Сигнал, да. Это либо последствия, либо какое-то подтверждение этому. То есть, когда человек говорит, что какой-то некачественный поставщик поставил что-то некачественное, и вот это подтверждается тем, что кто-то где-то, значит, отравился. Вот, не дай бог. И одного только заявления недостаточно. Мы тщательно проверяем, какие есть к этому основанию. Можем согласовать такую внеплановую проверку. Но в истекшем периоде и 23-го года, и в 22-м ни одной такой проверки мы не согласуем. Вы очень уместно упомянули деликатность. Вот это постановление, которое, скажем так, разрешает проверки, связанные с любыми формами обслуживания детей. То есть, лагеря, детсады, отдых и так далее. Да, это правильно. Так вот, теперь я подумываю о том, что предприниматель может и поостереться, а детей пригласить к себе там на праздник или еще куда-то, чтобы не попасть под это. Нужно как-то здесь деликатно. Ну, я приведу пример. Вот, кантина регулярно предоставляет возможность пользования бассейном нашим детям, ну, особенным детям, которые у нас есть в Азове две группы. Вот, ну, так теперь чего? Навлечь на себя проверку, если их пригласить? Дело в том, что в данной части изменений не было. Те полномочия, которые были, они и есть. До этого, скажем так, это исключение из общих правил. Раньше точно такие же были полномочия для проверок. Никаких, скажем так, ужесточений для предпринимателей сейчас у нас нет. Наоборот, вот мы стараемся развернуть и контролирующие органы, и органы местного самоуправления. Вот мы с вами участвовали в заседании рабочей группы по соблюдению прав предпринимателей. Если проще сказать, то это, конечно, все не математика. И нельзя как-то привести все к общему знаменателю, что вот такое сообщение, нужно выходить для проверки. По такому нельзя. В этом случае вместо нас здесь бы сидели компьютеры, машины, которые бы эту информацию закладывали. Скученный интеллект теперь. Наверное. Именно поэтому здесь и работают люди, которые должны анализировать в каждом отдельном случае эту информацию и принимать соответственное решение, за которое нести ответственность. То есть и выйти лишний раз на проверку, человек должен понимать ответственность, и в то же самое время контролировать, что его бездействие может повлечь определенные последствия. Для этого у нас работают достаточно профессиональные люди, которые... Есть инструкции, есть приказы ведомственные, которые нам в этом помогают. Ну, тот факт, что, скажем так, у нас наши цифры свидетельствуют о том, что нарушения прав предпринимателей не носят в большинстве случаев умышленный характер и не являются каким-то массовым. Вот это, кстати, ну, скажу так, дорогие друзья, не очень привычно и как бы несколько неожиданно слышать понятие деликатность от прокурора, но это делает вам честь, дай бог, чтобы это свойство у вас сохранилось, потому что никакой искусственный интеллект не заменит душу и здравый смысл. А вот, как бы мы его не развивали. Поэтому в этом смысле, ну, будем надеяться, что здравомыслие будет торжествовать на каждом этапе. Очень правильно вы сказали слово «здравомыслие». Хотелось бы еще буквально, хотя бы кратко понять, в каких формах и процедурах происходят вот эти проверки. Вот меня насторожил сейчас заместитель главы района, который сказал, что мы проводим рейды по использованию земельных участков и так далее. Но это же выглядит, на самом деле, это выглядит как? Вызывают предпринимателя, оттащат, требуют к нему, принеси кучу документов, докажи, покажи, расскажи, сидит чиновник и требует то одно, то другое. Так это выглядит. Вы знаете, я давно с такими фактами не сталкивался, чтобы это выглядело именно так. В большинстве случаев это идет не от проверки, не от субъекта проверяемого, а непосредственно от нарушений. То есть те же самые ландшафтные пожары, те же самые припашки, да, когда перепахиваются сельхозугодия, когда территория возле дорог перепахивается и идут не к предпринимателю, у которого рядом поля, не для того, чтобы проверить его, а для того, чтобы выяснить, не его ли это. И получается, что тогда в этом случае действительно ему начинают задавать вопрос, покажи документы, которые определяют границы, которые определяют твои полномочия. Ну, скажу вам честно, у нас на постоянной основе налажена работа и с представителями предпринимательского сообщества, и с самими предпринимателями таких, как вы говорите, вопиющих фактов, ну, либо некомпетентности, да, в плане затребования документов. Это отдельная история, у нас категорически запрещено затребовать документы, которые находятся в свободном доступе, которые можно взять из свободных источников. Честно вам скажу, с такими фактами вот за последние года-полтора мы не сталкивались. Если такое есть, предприниматели... У нас все есть. Пожалуйста, мы готовы их обсудить, просто пока что говорим об общем, если вопрос к частностям, всегда предлагаю, моя дверь открыта, телефон есть, пожалуйста, давайте обсуждать. Мы для этого здесь и есть, чтобы реагировать и помогать, и наладить именно так, чтобы было понимание, потому что, насколько я вижу, что органы власти, может быть, еще и не до конца, но разворачиваются лицом к людям. Ну вот это позитивный процесс, который нельзя ни в коем случае разрушать. Я вижу вас, в ваших речах, в глазах старание к этому способствовать, дай бог. Господа предприниматели, с праздниками вас, и будем надеяться, что жить станет немножко легче. Спасибо. Всего доброго, успехов в предпринимательской деятельности. Хочу сказать в конце свою фразу, которую очень люблю, что мы всегда на стороне предпринимателей, если предприниматели на стороне закона. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Спасибо.